Это программа «Итоги» на ТВ3. Меня зовут Владимир Уданянц. Добрый вечер и в начале коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Абхазская дипломатия добралась до Лондона. В Тбилиси возмущены выступлением главы МИЦА у провозглашенной республики в Чатам Хаус. Незаконные прослушки раскололи грузинское общество. Премьер-министр против передачи контроля за действиями спецслужб в частные руки. Ираклия Ласаня под ударом. Скандал вокруг крупных хищений в Минобороны поставил вопрос в соответственности главы ведомства. Абхазская дипломатия добралась до Лондона. В Тбилиси возмущены тем фактом, что де-факто министр иностранных дел самого провозглашенной республики Вячеслав Чиригба 14 октября выступал в лондонском Чатам Хаус. Это Королевский институт международных отношений, один из важнейших исследовательских центров в мире. Грузия недоумевает, почему Соединенное Королевство предоставило представителю непризнанной республики британскую визу. Оппоненты власти уже расценили это событие как поражение грузинской дипломатии на международной арене. Впрочем, немного позднее разъяснение по этому вопросу сделали в МИД Грузии. Представители марионеточных режимов в последнее время используют также международные трибуны и выступают в таких международных учреждениях, о которых несколько лет назад и не мечтали. Факт, что предоставление Великобритании визы господину Чиригбе – это поражение грузинского правительства и в частности Министерства иностранных дел страны. Трибуна Чатам Хаус довольно высокая, разумеется, мы не в силах это контролировать. Господин Чиригбе выступал там без нашей помощи. У Чиригбе и его коллег, судя по всему, есть необходимые ресурсы и потенциал отправиться в Лондон и выступить в Чатам Хаус. Наше правительство должно зафиксировать свою очень жесткую позицию по этому поводу. Во-первых, Чиригбе гражданин Евросоюза. У него голландский паспорт, а потому ему не нужна британская виза. Во-вторых, мы были информированы со стороны Чатам Хаус о том, что он планирует там выступить. На этой встрече присутствовал представитель посольства Грузии в Лондоне и мы владеем исчерпывающей информацией, о чем шла речь. Чиригбе, между прочим, задали много интересных вопросов. Приятие альтернативной версии законопроекта о незаконных прослушках несет риски для государственной безопасности. Так прокомментировал премьер-министр промежуточный вариант закона, предложенный парламенту неправительственным сектором. Иракли Грибашвили подчеркнул, наличие так называемых ключей у мобильных операторов и суда угрожает государственной тайне и безопасности населения. Мы изучили вариант законопроекта и, в частности, пункт, определяющий в чьих руках должен быть так называемый ключ. Я, как человек, хорошо знакомый с этой системой, знаю все трудности, связанные с ее функционированием. Для меня немного непонятна позиция неправительственного сектора и некоторых членов нашей команды. Альтернативная версия, которую предлагает НПО, несет риски для госбезопасности. Для нас приемлема та позиция, которую озвучил премьер-министр. То есть речь идет не о ключах, а о двух институтах, которые должны регулировать вопрос. Это, с одной стороны, суд и с другой компетентный орган, который проконтролирует этот процесс. Вопрос в том, насколько будет целесообразным верить вторые ключи провайдерам в условиях, когда перед страной столько угроз, в том числе внешних. Я детально не знаком с вопросом на те аргументы, которые были представлены премьером и другими членами Кабмина, довольно убедительны. Позиции Раклия Гарибашвили не соответствуют реалиям. Так отреагировал неправительственный сектор на заявление премьер-министра касательно законопроекта о тайных прослушках. Представители Ассоциации молодых юристов призывают главу правительства учесть пример европейских стран, где ключами располагают мобильные операторы и интернет-провайдеры. Мы не взяли свою позицию с неба. Мы основываемся на международной практике. И это европейские эксперты, которые помогали нам в работе над этим вопросом, советуют нам, чтобы ключи не были в распоряжении силовых структур. Насколько мне известно, этот проект очень шумно обсуждался в правительстве. Часть членов Кабмина не поддерживают его, поскольку это явно не демократический шаг. Тот шаг, от которого предостерегает власти Грузии международная и неправительственная организация. Мы, разумеется, остаемся при своей позиции, которая заключается в том, что ключи должны быть не только в ВВД, но и в частных компаниях. Это промежуточный компромиссный вариант. Сколько бы ни было ключей, и в чьих бы руках они ни были, важно проконтролировать общество, чтобы по закону было поручено аппарату инспектора защиты персональных данных. Эти поправки уже приняты. Мы начали работу над всеми возможными схемами и моделями контроля. Как стало известно некоторое время назад, парламент Грузии большинством голосов решил отложить голосование по этому вопросу на 6 месяцев. Новые детали скандального дела о задержании пятерых высокопоставленных чиновников Минобороны Грузии. Представители организации «Молодые адвокаты» заявляют, мать коммерческого директора компании «Силтнет» Бачу Чинчаладзе является двоюродной сестрой заместителя министра обороны Алексея Бутиашвили. Самой компанией обвинение неправительственной организации называют безосновательной спекуляцией. Сегодня в Тбилисском городском суде проходило слушание по делу о задержании чиновников Минобороны. Им присуждено предварительное заключение. На дело наложен гриф «Секретно». У неправительственного сектора есть претензии и к стороне обвинения. Руководитель Ассоциации молодых юристов Каха Кужоридзе уверен, права подсудимых грубо нарушаются. Любому информированному журналисту и юристу, особенно когда он работает над этой темой, должно быть известно, что господин Алексей Бутиашвили был назначен на должность заместителя министра обороны 23 ноября 2013 года. Указание на родственные связи Бутиашвили и Чинчаладзе является безосновательной спекуляцией, что должно быть категорически неприемлемым для любого медиаиздания или организации. В связи с мотивацией распространенной дезинформации возникают серьезные вопросы, в то время, когда дело на начальной стадии расследования и на него наложен гриф «Секретно». После его снятия станут известны многие детали, которые докажут, что предложение Силкнета, победившего в темдере, было наилучшим с точки зрения цены и обслуживания. Сторона обвинения обязана на любом этапе и стадии передавать материалы дела стороне защиты. Это прописано в Уголовно-процессуальном кодексе. Согласно статье 83, если этого не произошло, то все доказательства неприемлемы. С самого начала было ясно, что права стороны защиты нарушаются. Заявление в связи с этим делал и я, и мои коллеги. Мы не можем полноценно работать, не ознакомившись со всеми материалами дела. Ввиду развернувшегося вокруг Минобороны скандала, в обществе пошли разговоры об ответственности главы ведомства Ираклия Ласани. Впрочем, как заявил сегодня государственный министр по вопросам интеграции европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили, вопрос ответственности министра обороны даже не рассматривается правительством. Он подчеркнул, что оборонное ведомство Грузии является одним из наиболее успешных ведомств страны. Съявление в этой связи сделал и посол США в Грузии. По словам Ричарда Норланда, Соединенные Штаты полностью доверяют министру обороны Грузии Ираклию Ласани и команде оборонного ведомства страны. Это одно из самых успешных ведомств, о успехах которого, говорят генсек НАТО, высшей должностной лица США и европейские коллеги. Поэтому еще более важно, чтобы все прояснилось. Я убежден, что все прояснится. Минобороны выразило готовность сотрудничать со следствием. Руководство ведомства ручается за своих сотрудников. Если бы пришлось решать мне, я бы принял положительное решение. Однако, естественно, это прерогатива суда. Я подчеркну, что США доверяют Грузии как партнеру в оборонной и военной сфере, будь то двустороннее сотрудничество или в рамках НАТО. У США полное доверие к Ираклию Ласани и команде Минобороны. Мне кажется, что ведомство будет сотрудничать со следствием. Между тем, глава оборонного ведомства Грузии продолжает свой визит в Германию. Сегодня он побывал на военной базе Вильдерфтена, где встретился с грузинскими солдатами. На военной базе вооруженных сил Германии учения проводят взвод 4-й механизированной бригады. Грузинские военные готовятся к отправке в Афганистан, где должны принять участие в миссии решающей поддержки. Ираклий Ласани осмотрел военную базу и ознакомился с процессом учений грузинских солдат. Миссия, к которой вы скоро приступите, очень важна для безопасности нашей страны. То, что мы начинаем осуществлять операции вместе с Германией, еще раз демонстрирует, что Грузия с вашей помощью становится актуальной. Вы вносите львиную долю в успех нашей страны на международной арене. Вы делаете это ради нашего будущего и будущего наших детей. Помощником премьер-министра Грузии по правам человека и вопросам гендерного равенства назначена бывший заместитель министра по исполнению наказаний Сопо Джапаридзе. Премьер представил ее на сегодняшнем заседании Совета по защите прав человека. Сопо Джапаридзе по профессии правовед. Она до сегодняшнего дня была менеджером проекта Евросоюза. До этого работала заместитель министра по исполнению наказаний. Она обладает большим опытом работы в международных и неправительственных организациях. Как известно, у нашего правительства есть национальная стратегия и план действий по усилению защиты прав человека. Я убежден, что госпожа Джапаридзе достойно справится со своими обязанностями. Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи со вторым отчетом по иммунитации плана действий по либерализации визового режима между Грузией и Евросоюзом. Как отмечает ведомство, это важный шаг вперед на пути к введению безвизового режима с Евросоюзом. Как поясняет МИД, согласно отчету, правительство Грузии подтверждает готовность осуществить требования, предусмотренные второй фазой плана действий по либерализации визового режима. Образование студентов, проживающих вдоль административной границы с оккупированными регионами, будет профинансировано. Такое решение приняла Временная комиссия по реагированию на нужды населения, прилегающих к разделительной линии сел. В ближайшие дни в местных муниципалитетах начнется прием заявлений, который завершится 20 ноября. Комиссия также обсудила вопрос социально-экономического развития пострадавшего населения, а также вопрос обеспечения отопления в зимний период. Образование молодежи, проживающих вдоль разделительной линии, будет профинансировано. Также в процессе решения проблемы газификации. Мы закончим работы примерно через месяц. Мы рассмотрели проект государственной стратегии в отношении пострадавшего населения. Здесь речь идет не только о территориях вдоль разделительной линии под контролем Тбилиси, но и защита интересов населения, проживающего по ту сторону административной границы. В регионе Кахетти находится министр по защите окружающей среды Алгуджа Хокрешвили, постоянный представитель ООН в Грузии Нил Скотт. Министр и руководитель программы UNDP осмотрели новые туристические тропы и присутствовали на презентации в рамках программы малых грантов. А также передали администрации Лагадехского заповедника и рейнджерам необходимое для мониторинга биомногообразия снаряжения. В Лагадехском заповеднике в рамках программы малых грантов был осуществлен проект консервации биомногообразия. Наши рейнджеры были снаряжены, а также был создан кооператив, который будет предоставлять визитерам сельхозпродукции. Министерство по защите окружающей среды занимается очень важным делом в ООН, довольный этим проектом. Предупредительную однодневную забастовку устроили представительства компаний DHL и TNT, которые протестуют против законопроекта о почте, разработанного Министерством экономики. Они уверены, происходит монополизация рынка почтой Грузии. По заявлению компании, Евросоюз уже сделал замечание Министерству в связи с законопроектом, отметив, что существующая версия противоречит обязательствам, взятым Грузией в рамках договора об ассоциации с ЕС. Уход с рынка известных в мире крупнейших перевозчиков повлечет негативные экономические результаты не только для данной конкретной сферы, а в целом для национальной экономики, заявляют представители компаний. Еврокомиссия, которая работает над этим вопросом, высказала недовольство в связи с тем, что этот законопроект противоречит соглашению об ассоциации. Несколько раз они присылали строгие замечания. Сегодня мы устроили предупредительную забастовку, она продлится недолго. Мы надеемся, что Министерство экономики учтет уже не наши замечания, а критику Еврокомиссии. Для меня немного непонятна сама форма забастовки. Мы не закончили работу над законопроектом. У нас был диалог с экспертами Евросоюза. Я говорил сегодня с представителями компаний, мы назначили встречу на начало следующей недели и договорились детально обсудить каждый пункт законопроекта. Государство учтет интересы частного сектора. Мы ненадолго прервемся, никуда не переключайтесь. Далее в программе вы увидите. Утром деньги, днем газ. Россия требует финансовых гарантий от Украины и ЕС. Даты не определены, условия не позволяют. В Париже не уверены, что Москва получит первый французский мистраль уже в середине ноября. Новая фаза ближневосточного кризиса. Израильтяне и палестинцы обмениваются обвинениями в центре внимания Иерусалим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Знаковые события и решения, которые нельзя игнорировать. Мы работаем, чтобы вы были в курсе. Мы говорим о том, что имеет значение. Каждый день в 22.00 смотрите. Итоги. Русская служба новостей на ТВ-3. Нам есть что рассказать. Газпром требует финансовых гарантий от Украины и ЕС. Глава российского монополиста Алексей Миллер заявил, если Киев и Брюссель не поставят подписи под обязательствами, договор заключен не будет. Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и ЕС длились вчера около 12 часов. И так и не завершились подписанием документов. Сегодня встречи продолжились. О газовом кризисе в нашем сюжете. Утром деньги, днем газ. Россия не согласна поставлять голубое топливо Украине под честное слово. Переговоры в Брюсселе продолжаются. С трудом. Все документы готовы и согласованы, но без гарантии российская сторона их подписывать не будет. Казалось бы, схема простая. Киев платит деньги, Москва поставляет газ. Но украинских властей денег нет. И тут уже должна подсуетиться Европа, уверены наблюдатели. Она кровно заинтересована, чтобы предназначенное ей голубое топливо не исчезало бесследно в бескрайних степях Украины. Наша общая цель прийти к промежуточному решению. Согласовать зимний пакет для того, чтобы обеспечить энергобезопасность и ликвидировать проблему снабжения до конца марта 2015 года. Для этого надо решить главный вопрос. Вопрос цены и предоплаты. Но украинские энергетики, судя по всему, не оставляют надежд получить газ традиционным способом, авансом. Потому и переговоры идут тяжело и долго. Украинская сторона заявляет, деньги мы достанем, подписывайте договор. Но российская делегация на угрозы не поддается. Будут деньги, будет газ. Резюмировал свою позицию глава МИД Энерго России Александр Новак. Из-за этой газовой истории Европа оказалась в очень двусмысленной ситуации, отмечают аналитики. С приближением зимы все более остро встает вопрос об энергетической безопасности самих европейцев. Ближайшие союзники, американцы, занимают сторону как раз противоположную интересам Европы, уверены некоторые эксперты. Они рассчитывают, что будет срыв поставок газа из России. Цены на европейском рынке из-за этого вырастут, и США в перспективе смогут поставлять туда газ сами. Европейцы остаются фактически в одиночестве. Им приходится за счет собственных средств вытягивать украинский газовый зимний пакет и оплачивать все экономические, да и политические проблемы Киева. Европа потихоньку начинает понимать, во что ввязалось, отмечают наблюдатели. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттегер ранее заявлял, ЕС до конца года готов выделить Киеву 760 миллионов евро. Вот только и Брюссель не может получить от украинцев гарантии того, что деньги пойдут на оплату счетов по газу. А так что и Эттингеру пришлось признать, все упирается в то, что Украина платить за газ не хочет. Особо нужны внушительные. И все же вероятность завершить переговоры на этот раз есть. В пользу этого говорят несколько факторов. Во-первых, похолодал и под угрозой энергетическая безопасность ЕС. Так что закрыть этот вопрос как можно быстрее для Гюнтера Эттингера дело принципа. Кроме того, на пост заступает новый состав Еврокомиссии и новый комиссар по энергетике. Эттингеру придется передавать дела преемнику Словаку Барышу Шевчевичу, который темой газа никогда не занимался. На изучение вопроса уйдет немало времени, а его у Европы уже нет. Начинается холодная зима. Ну и российская сторона, по словам министра энергетики Новака, надеется завершить переговоры этим раундом в Брюсселе. А если двое в чем-то согласились, есть вероятность, что и третьего уговорят. Нонбасские сепаратисты не передадут властям Украины контроль над границей с Россией. Об этом говорит об обращении руководства так называемых Донецкой и Луганской народных республик УБСЕ и России. В самопровозглашенных регионах заявили, что могут пойти только на международный мониторинг занятых ими участков границы. В ДНР и ЛНР также выступили с критикой подготовленного в Киеве закона о статусе Донбасса, назвав его юридически ничтожным. Сепаратисты по-прежнему отказываются признавать его. Условий для передачи Москве долгожданных вертолетоносцев Мистраль по-прежнему нет. В Париже не согласны с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который выразил уверенность в том, что ВМС могут получить первый французский корабль уже в середине ноября. Неутешительный прогноз сделал министр финансов Пятой Республики Мишель Сапен. Он пояснил, Париж выполнит свою часть сделки, когда ситуация вокруг Украины нормализуется. О новом витке политико-экономического противостояния России и Запада в нашем сюжете. Даты не определены, условия не позволяют. Франция отказывается называть точные сроки поставки вертолетоносцев Мистраль российской стороне. Несмотря на то, что Москва в лице вице-премьера Дмитрия Рогозина абсолютно уверена, 14 ноября первый корабль будет торжественно передан представителям Рособоронэкспорта. Госкомпания получила приглашение посетить Сен-Назер, где уже находятся 360 российских военных моряков и 60 специалистов-инструкторов для подготовки новых экипажей. По словам Рогозина, в тот же день второе судно будет спущено на воду. Президент Франции четко дал понять, что если политические условия не изменятся, он не сможет разрешить передачу кораблей. Президент примет окончательное решение непосредственно к намеченному сроку в ноябре. Ранее США и Евросоюз призывали Францию отказаться от поставок кораблей российской стороне. Американские законодатели даже предлагали найти для вертолетоносцев нового покупателя. В свою очередь Париж неоднократно заявлял, что намерен выполнить свои обязательства перед Москвой. Оно и понятно, отмечают эксперты, в случае отказа Франции пришлось бы выплатить огромную неустойку. А это будет серьезным ударом по и так находящейся не в лучшем состоянии экономике Пятой Республики. На днях во французском Сен-Назере началась подготовка к торжественной церемонии передачи первого корабля. Так что наблюдатели не исключают, в течение ближайших двух недель мнение Парижа может вновь измениться. Президент единственный, кто будет решать в конечном счете, выполнены ли все условия для того, чтобы передать корабль или нет. Так что я не могу делать прогнозы. Зато прогнозы делает российское правительство. На ближайшие 10 лет от ряда налогов будут освобождены инвесторы в свободной экономической зоне Крыма. Также снижены административные барьеры, а в перспективе могут быть введены режимы свободного флага и удобного порта. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Свободная экономическая зона, да не так давно при Соединенном полуострове, ответ России западным санкциям, уверены аналитики. Москве надеются таким образом привлечь в регион серьезные капиталы, прежде всего китайские. Пекин, и раньше проявлявший интерес к Крыму, по мнению российских экономистов, поспешит ухватиться за выгодные предложения, попутно нивелировав западные ограничения для местных производств, чего и добивается Россия. Но если к недавно приобретенным территориям Москва относится бережно, то с союзниками по Таможенному союзу особо не церемонится. Россия намерена запретить транзит продовольствия в Казахстан из Белоруссии и Украины из-за возросшего количества попыток ввоза на территорию страны продукции Евросоюза. Минску также грозит запрет на ввоз свинины. В этом случае причиной названа африканская свиная чума. Впрочем, Белоруссии, по мнению наблюдателей, от этого не легче. Как не легче и Европе от продолжающейся санкционной войны. Закрытием российского рынка ЕС пришлось выделить 39 миллионов евро на поддержку своих сельхозпроизводителей. Новая фаза ближневосточного кризиса. Израильтяне-палестинцы обмениваются обвинениями. Поводом к эскалации напряженности стала череда событий в Иерусалиме. Накануне поздно вечером в одном из районов города молодой араб, член террористической группировки «Исламский джихад», совершил покушение на Равина и Гуду Глика. Последний в тяжелом состоянии был госпитализирован. В ответ на нападение израильские силовики провели операцию по задержанию предполагаемого преступника. Однако тот оказал сопротивление и в перестрелке был убит. После происшествия власти Израиля усилили в Иерусалиме меры безопасности. Полностью был закрыт доступ мусульман к мечети Аль-Акса, одной из главных святыни славы. Произошло такое впервые после окончания шестидневной войны 1967 года. Я распорядился перебросить в Иерусалим существенные подкрепления для поддержания порядка как в самом городе, так и для удержания статус-кво в святых местах. Эта борьба будет долгой, но здесь, как и в других подобных случаях, мы должны в первую очередь погасить пламя. Ни одна из сторон не должна брать закон в свои руки. Мы должны сохранять выдержку и действовать решительно и ответственно. Закрытие доступа к мечети Аль-Акса равносильно объявлению войны не только палестинцам, но и всем мусульманам. С таким заявлением выступили сегодня в администрации главы палестинской автономии Махмуд Аббас. Мы осуждаем и отвергаем действия Израиля, направленные на эскалацию напряженности в Иерусалиме вокруг святых мест. Мы примем все законы и меры по привлечению Израиля к ответственности и прекращению многочисленных нападений. Продолжение агрессии приведет лишь к еще большему насилию. Правительство Израиля должно нести ответственность. Между тем, Швеция признала Палестину государством, став таким образом первой европейской страной, принявшей такое решение. Как заявила глава МИД королевства Маргот Вальфстрём, у палестинцев есть все условия для признания своей территории, свое население и свое правительство. Напомню, о намерении Стокгольма признать Палестину государством стало известно еще в начале октября. Тогда Израиль раскритиковал планы Швеции, предупредив, что односторонние шаги лишь навредят мирным переговорам. В свою очередь власти США заявили, что шведы поторопились со своим решением. В самой палестинской автономии новости из Скандинавии встретили с ликованием. Палестинская автономия сегодня выступила не только с осуждением Израиля, но и с похвалой Швеции. Напомню, глава МИД королевства Маргот Вальфстрём объявила о том, что Стокгольм официально признает Палестину государством. В Ромале это решение назвали смелым и историческим шагом. Мы приветствуем это решение. Мы благодарим правительство и народ Швеции за признание Палестины. Благодарим за этот смелый шаг, предпринятый, несмотря на огромное давление, оказываемое на Швецию. В Израиле же решение правительства Швеции подвергли резкой критике. Глава МИД страны Авикдор Либерман вновь заявил, единственный шанс достичь соглашения между израильтянами и палестинцами – прямые и честные переговоры. А шаги, выражающие поддержку экстремистским кругам и отказывающимся от диалога палестинцам, лишь отдаляют перспективу регулирования конфликта, считает Либерман. Бойцы военизированных формирований иракских курдов уже сегодня могут перейти в осажденный джихадистами сирийский город Кабани. Турция предоставила силам Пешмерги коридор для того, чтобы они смогли помочь своим собратьям, отбивающимся от атак боевиков исламского государства. Рано утром соединения из Иракского Курдистана достигли сирийско-турецкой границы. Местные полицейские и военные приняли повышенные меры безопасности при сопровождении конвоя. Журналистов к месту временной дислокации Пешмерги не пускают. Напомню, курды Кабани продолжают вести бои с джихадистами, окружившими город. Авиаудары, возглавляемые США международной коалицией, не смогли остановить наступление боевиков. Турция согласилась пропустить через свою территорию военный конвой Пешмерги под сильным давлением со стороны Вашингтона. Светская оппозиция одержала победу на парламентских выборах в Тунисе. По итогам подсчета голосов на прошедших минувших воскресенье, голосований партия Нидан Тунис получила 85 мест из 217 в национальной ассамблее. У правящего исламистского движения Аннахта теперь лишь 69 депутатских мандатов. Тунис, напомню, стал первой страной, где наступила так называемая арабская весна. После свержения в 2011 году президента Бен Али там усилились позиции исламистов. Прошедшие парламентские выборы стали первыми после смены власти. Они прошли в соответствии с новой конституцией, утвержденной в январе этого года. На Гавайях лава вулкана Килауэ добралась до жилых районов. Раскаленный поток, движущийся со скоростью в 9 метров в час, все ближе подбирается к домам в деревне Пахо. В непосредственной близости от огненной реки, температура которой превышает 900 градусов, находится 60 зданий местной власти проводят эвакуацию жителей в соседние районы. Килауа – самый молодой вулкан Гавайских островов и один из наиболее активных на Земле. Это были главные новости, о которых мы успели вам рассказать. Меня зовут Владимир Унанянц. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова